Всем привет, меня зовут Катя и сегодня мы с вами сошьем лонгслив по выкройке Эллины Патыковой лонгслив соул. Лонгслив малого объема приталиного силуэта. По центру переда сборка. Длинный вточной рукав со складками по окату. Рекомендуемый материал кулерная гладь. Все выкройки даны с припусками на швы. Каждой выкройке прилагаются таблицы с расходом и размерами. Ссылку на выкройку оставлю в описании. Первым делом печатаем лист, где есть проверочный квадрат. Измеряем его. Если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте рассмотрим. Деталь переда. Раскрыть нужно две детали в зеркальном отражении. По центру переда нужно будет собрать сборку. Для этого есть метка и данные о длине сборки. Все имеющиеся метки обязательно перенесите. Деталь подкладки переда. Раскрыть нужно две детали в зеркальном отражении. Есть линии метки для выточки. Также стрелка, показывающая в какую сторону выточку направить. Также все метки обязательно перенесите. Деталь спинки. Раскрыть нужно одну деталь со сгибом. Также метки все переносите. Срез горловины спинки нужно будет окантовать. Деталь окантовки спинки. Раскрыть нужно одну деталь из кулирки. Деталь рукава. Раскрыть нужно две детали в зеркальном отражении. Обязательно переносите все метки. По окату рукава нужно будет заложить складки. Для этого есть все метки и также стрелки, которые направляют сгиб складки. Деталь подокатника. Раскрыть нужно две детали из еврофатина. Есть данные о сборке и также есть инструкция, как окантовать подокатник. Можете воспользоваться этой инструкцией, можете, как я. Я сделала немножко по-другому. Окантовка подокатника. Раскрыть нужно две детали. Также для работы нам понадобятся иглы для трикотажа, нитки в цвет, силиконовая лента шириной 4-6 мм. Шить буду из кулирки с лайкрой. Полотно перед раскроем обязательно нужно продекотировать. Я кулирку не стираю, а только утюжу утюгом с паром. И после декотировки и раскроя у вас должно получиться две детали рукава в зеркальном отражении, метки все перенесите. Две детали переда в зеркальном отражении, метки перенесите. Две детали подкладки переда. Также метки все перенесите. Деталь спинки со сгибом. Деталь окантовки горловины спинки. Две детали окантовки подокатника. Две детали подокатника со сгибом краем из еврофотина. Приступим. На изнаночную сторону детали подкладки переда перенесите метки линии для вытачки. Согните деталь лицом к лицу, состыкуйте метки линии вытачки, скалите булавками и отстрочите на швейной машине прямой строчкой. Строчку плавно выводите на нет. Точно также подготовьте и вторую деталь. Вытачки заутюжьте к внизу. Далее соедините детали подкладки переда лицом к лицу, состыкуйте центральные срезы, состыкуйте все метки, скалите булавками, источайте на верлоке. Этот шов приутюжьте и заутюжьте на правую половинку детали. Переходим к основным деталям переда. Детали переда соедините лицом к лицу, состыкуйте центральные срезы, состыкуйте все метки, скалите булавками. Проложите две параллельные строчки на швейной машине, закрепку не ставьте и строчку поставьте на максимум. От центральных срезов переда отступайте 3 мм и 5 мм. В районе, где метка у центральных срезов, аккуратно протяните нити только что сделанных строчек. Оттяните их примерно сантиметров на 5, к низу отметки, образовывая сборку. Далее эти нити разрежьте. Все делаем только с одной стороны. Расстояние сборки, которое нужно собрать, смотрите на бумажной выкройке. Там есть данные. И после того, как нижняя сборка собрана, нити сверху и снизу нижней сборки завяжите в узелки. Напоминаю, разрезаны нити у нас только с одной стороны. С другой стороны деталей переда нити не разрезаны. Теперь разрезанные нити стягиваем с другой стороны и собираем в верхнюю сборку. Длину верхней сборки можете посмотреть на бумажной выкройке. Делайте все то же самое, как со сборкой нижней. Обязательно сформируйте складки, чтобы они были одинаковые и равномерные со всех сторон. Далее нам нужно стачать срезы этой сборки на оверлоке. Под лапку оверлока будем подкладывать силиконовую ленту. Ленту в процессе стачивания не растягивайте. Она предотвратит растяжение шва в процессе носки. Аккуратно приутюжьте шов и складки. Далее соедините детали переда и детали подкладки переда лицом к лицу. Состыкуйте срезы выреза горловины, состыкуйте обязательно все метки, скалите булавками и стачайте их на оверлоке. И сразу же можно стачать и нижние срезы. Нижние срезы детали переда и детали подкладки переда состыкуйте, скалите булавками и также стачайте на оверлоке. Только что сделанные швы приутюжьте. Переходим к детали спинки. Низ детали спинки подогните изнанка к изнанке на расстоянии подгибки 20 миллиметров. Зафиксируйте булавками, можете сметать, можете проклеить клеевой паутинкой. Далее эти срезы обработайте на распашивальной машине. Если у распашивальная машина, то можете воспользоваться двойной иглой для вашей швейной машины. Готовый низ приутюжьте. Теперь давайте обработаем горловину спинки. У детали окантовки горловины спинки найдите середину, поставьте метку. Деталь окантовки спинки соедините с деталью спинки лицом к лицу. Состыкуйте срез горловины спинки с одним из свободных срезов окантовки горловины спинки. Начало и конец деталей окантовки соедините с плечевыми срезами, а метку центра окантовки соедините с меткой центра спинки. Зафиксируйте булавками и стачайте эти срезы на верлоке, равномерно растягивая только окантовку горловины спинки. В инструкции PDF, которая прилагается к выкройке, показан другой способ обработки горловины спинки. Можете посмотреть и выбрать удобный для вас способ. Далее окантовку горловины спинки согните в два раза и накройте сгибом окантовки шов стачивания горловины и окантовки. Сгиб детали окантовки должен закрывать шов стачивания горловины примерно на 1,05 миллиметров. Сколите все булавками, далее сметайте и хорошо приутюжьте. И после этих действий проложите строчку на швейной машине на расстоянии 0,5 миллиметров от края окантовки горловины спинки. Готовую горловину спинки отутюжьте. Обязательно проверьте, чтобы строчка с обеих сторон была ровная, с лицевой и с изнаночной. Теперь будем соединять детали спинки и переда. Здесь очень внимательно, немного сложно, но интересно. Детали переда выворачиваем на изнаночную сторону к себе, то есть лицевые стороны будут внутри. Между деталей переда вставляем деталь спинки. Деталь спинки должна быть лицевой стороной соединена с лицевой стороной деталей переда. То есть изнаночная сторона детали спинки будет соединена с лицевой стороной детали подкладки переда. Состыкуйте и соедините все боковые срезы всех трех деталей, скалите булавками. Субтитры создавал DimaTorzok Сточайте боковые срезы на оверлоке. Боковые швы при утюжке. Выворачиваем лифт на лицевую сторону, еще раз утюжим боковые швы, нижний срез и вырез горловины переда, формируя перекант на деталь подкладки. Сейчас будем соединять плечевые срезы. Тоже внимательно смотрите, будет немного сложно, но тоже интересно. Разворачиваем лямки детали переда и лицевую сторону спинки соединяем с лицевой стороной детали переда. Будьте внимательны, соединяем деталь спинки с основной деталью переда. Окантованный срез горловины спинки вставляем в шов стачивания деталей переда. Сразу зафиксируйте булавкой. Накрываем деталь спинки деталью подкладки переда. Стыкуйте все плечевые срезы всех трех деталей. Скалите булавками. Эти моменты, что с боковыми срезами, что с плечевыми я специально не ускоряю, чтобы вы все хорошо посмотрели и не допустили ошибок. Все то же самое сделайте с противоположными плечевыми срезами. Соедините их, состыкуйте и скалите булавками. Далее плечевые срезы обработайте на оверлоке. Продолжение следует... Только что сделанные швы отутюжьте, далее выверните изделие на лицевую сторону. Плечевые швы хорошо расправьте и отутюжьте. Лиф у нас полностью готов, переходим к обработке рукавов. Сейчас у рукава мы будем собирать складки. Складки собираем согласно бумажной выигрыке, там стрелками все показано, какие направляем вверх, какие вниз. Сгибы двух верхних пар складок с лицевой стороны должны быть направлены друг к другу. Сгибы нижних складок должны быть направлены к верху. Состыкуйте все эти метки, скалите булавками и зафиксируйте прямой строчкой на швейной машине на расстоянии 5 мм от края. Продолжение следует... Продолжение следует... Точно так же соберите и второй рукав. Далее соедините рукав лицом к лицу. Состыкуйте боковые срезы, скалите булавками и стачайте на верлоке. Только что сделанные швы приутюжьте. Переходим к подокатнику. В инструкции PDF указан совершенно другой способ обработки подокатника. Можете посмотреть его, посмотреть видео инструкцию и выбрать удобный для вас. А сейчас соедините длинные срезы подокатника, скалите их булавками и проложите строчку на швейной машине, не ставя закрепки. Строчку прокладывайте на расстоянии миллиметров 5 от края. Стягивая нити, соберите сборку длиной указанной на бумажной выкройке. Стягивая нити, соберите сборку длиной указанной на бумажной выкройке. Итак, у вас должно получиться две одинаковые детали подокатника. Итак, у нас все готово. Собранные детали спинки и переда, две детали рукава, две детали подокатника и две детали окантовки подокатника. Тут тоже внимательно. Рукав выворачиваем на лицевую сторону. Сам лонгслив мы выворачиваем на изнаночную сторону. Рукав вставляем в изделие лицом к лицу. Стыкуем срез оката рукава и срез пройма изделия. Далее состыкуйте боковой срез изделия и боковой срез рукава. Зафиксируйте булавками и стыкуя все метки продолжите вкалывать рукав в изделие. После того, как зафиксировали оба рукава с изделием, соедините изнаночную сторону рукава и деталь подокатника. Свободные срезы сборки расправьте и соедините их со срезами проймы. В подокатник прикалывайте от метки до метки. Эти метки вы можете перенести с бумажной выкройки. В процессе скалывания всех деталей обязательно расправляйте сборку, чтобы вся сборка, чтобы все складки евросетки были зафиксированы с изделием. Деталь окантовки подокатника с краев подгибаем на 5 мм. Далее соединяем окантовку подокатника с самим подокатником лицом к лицу. Сгиб края окантовки соединяем с началом самого подокатника. Можете немного отступить от него 0,5 мм. Смотрите, чтобы евросетка не выглядывала. Один край зафиксировали булавкой. Теперь весь этот бутерброд нам нужно будет стачать на оверлоке. Никакие срезы здесь растягивать нельзя. В процессе стачивания мы будем накрывать окантовкой подокатника сам подокатник. Второй край подокатника мы также в процессе стачивания подвернем на 5 мм на изнаночную сторону и продолжим строчку. Также в процессе стачивания обязательно контролируйте, чтобы все складки подокатника попали под лапку. И чтобы с изнаночной стороны под лапку не попало ничего лишнего. Продолжение следует... Посмотрите, что у вас получилось. Обязательно проверьте, чтобы не было никаких ненужных складок. Далее подверните окантовку подокатника в два раза и спрячьте в него шов проймы. Подокатник должен закрывать шов стачивания примерно на 1 мм. Скалите булавками. Субтитры подогнал «Симон»! Далее сметайте и очень хорошо приутежьте, чтобы примять все слои. Теперь проложите строчку на швейной машине на расстоянии 1 мм от края. Точно так же обработайте и второй рукав. Все хорошо отутюжьте. Пройму мы заутюживаем на изделие. Нам остается обработать низ рукавов. Для этого выверните изделие на изнаночную сторону. Низ рукавов подогните на расстояние подгибки, зафиксируйте булавками. Можете сметать, либо проклеить клеевой паутинкой, как вам будет удобно. Далее обработайте эти срезы на распашивальной машине. Если у вас ее нет, вы можете воспользоваться двойной иглой вашей швейной машины. Готовый низ рукавов отутюжьте. Полностью отутюжьте ваш лонгслив на готовность и он готов. Он очень красивый. Он очень шикарный. Мне кажется, такая выкрака будет интересна в разных расцветках. Пастельные оттенки для спокойных образов, а яркие для яркого настроения. Ставьте хэштег «Потыкова Сол». Отмечайте нас в ваших соцсетях. Всем спасибо за просмотр и всем красивых лонгсливов. Субтитры сделал DimaTorzok